Как известно, самый мощный в мире компьютер находится в Японии. Это компьютер Fujitsu, чья максимальная производительность составляет более 10 квадриллионов операций в секунду. Интересно, что в рейтинге топ-500 суперкомпьютеров больше всего американских машин. Далее следуют китайцы и немцы. Россия представлена в этом престижном рейтинге всего лишь пятью системами. Это точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Компьютерные технологии приучили нас к тому, что любую реальность можно преобразить. Например, из неудачной цифровой фотографии сделать красивое фото. Многие в сети обращаются за помощью к другим пользователям, чтобы подкрасить, отретушировать, добавить эффект. Иногда эффектов добавляют столько, что человек на снимке моментально становится звездой интернета. На странице в живом журнале asaratovlifejournal.com недавно появился забавный пост. Он почти полностью составлен из фотографий. Некоторые пользователи обращаются с просьбой улучшить вид снимка к тем, кто умеет работать с графическими редакторами. Зачастую в качестве вознаграждения предлагают так называемую симпу. Виртуальный знак внимания, влияющий на рейтинг пользователя. Не бог весть, какое вознаграждение, прямо скажем. Поэтому вместо правильно обработанной фотографии, юзеры иногда получают совсем не то, чего желали. Ну вот, например, одна девушка попросила сузить ей талию, чтобы фигура, как она выразилась, была пропорциональной. Умельцы, мотивированные симпой, сделали все, что могли. Или все, что хотели. Один из них просто убрал немного в талии, а другой в качестве бонуса добавил актера из фильма «Челюсти». А это случай, когда парень обратился с просьбой исправить фото, над которым уже кто-то потрудился. Как мы видим, на плече присутствует чья-то рука. Что ж, не оставлять же парня в беде. Теперь вроде все сходится. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь интересное с этой фотографией. Обратилась девушка, обнимающая березу. Спустя некоторое время она превратилась уже в девушку, вырывающую березу. А этот снимок как будто специально был создан для фрагмента из фильма про зомбоапокалипсис. Небольшая работа с задним планом, и картинка готова. А этот парень всего лишь хотел крылья в стиле «Готик ангел». Но с чьей-то легкой руке обзавелся еще и новыми друзьями. Будет теперь с кем по душам пообщаться. Некоторым девушкам не хватает романтики и загадочности на заднем плане. Что ж, сарай действительно мало располагает к загадочности. Старый замок, да еще и с привидениями, совсем другое дело. Остается порадоваться за пользователей, ведь отправляя свое фото для обработки, они наверняка хотели, чтобы его увидело как можно больше людей. Международная некоммерческая организация ICANN, которая занимается тем, что контролирует присвоение имен и номеров в интернете, закончила прием заявок на регистрацию так называемых самодельных доменов. Это значит, что компания и даже города смогут иметь свои собственные домены верхнего уровня, наряду с привычными .com, .org или .ru. О том, что ICANN собирается увеличить количество общих доменов верхнего уровня, стало известно еще в июне прошлого года. И вот в четверг, 31 мая, завершился прием заявок от частных и государственных организаций. Всего их поступило 1900. Учитывая, что цена на регистрацию доменного имени верхнего уровня составляет 185 тысяч долларов, нетрудно почитать, что только принятие заявок принесло ICANN около 350 миллионов долларов. Ожидается, что полный список доменов будет опубликован 13 июня. Но уже сейчас некоторые компании, такие, например, как Google, делятся названиями своих приобретений. IT-гигант зарегистрировал такие домены верхнего уровня, как Google, YouTube, Docs и даже LOL, аббревиатуру, которую можно расшифровать как «Громко смеюсь». Известно также, что появятся зоны Moscow, Москва и дети. Напомню, что на сегодняшний день в интернете насчитывается 22 общих домены верхнего уровня, включая .com, .org или .info, а также около 250 национальных доменных суффиксов, куда входит, например, зона RU. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok